День Благодарения День Благодарения Слава Богу за это! Он в вас, и Он прославится через вас. Пусть этот урок станет благом для вас, всего вам наилучшего и приятного просмотра. Есть вещи, которые уничтожают душу, в том числе и бунт. Народ Божий бунтовал постоянно. Какие качества мятежников против Бога? Я протестирую из Библии фразы, которые описывают неподчинение Богу. Такие люди не слушают, они неблагодарны. Они участвуют в гадании или в чародействе. Те, кто гадается, прикасаются с духовными силами тьмы. В итоге манипуляция, господство и контроль. Силы зла манипулируют. Бунтари не подчиняются власти, очень высоко возносят себя, ожесточаются. Удивительно, но среди Божьего народа бунт — это обычное дело. Религиозный бунтарь — это не сенсация. Можно заниматься Библиями в церкви, быть членом комитета общины, служить, но оставаться при этом бунтарем. Вот наглядный пример. Самое прекрасное существо из всех сотворенных — сатана. Он был архангелом, и он стал мятежником, и теперь треть присоединилась к нему. История о победном освобождении евреев после веков египетского плена. Он обещал везти их в землю, где молоко и мед. Обещал отдать навсегда. Только они каждый день видели сверхъестественное обеспечение Бога. Кары в Египте, разделение моря, манну и воду. Столб огненный ночью и облачный днем, что защищали их от врагов. При этом самой большой проблемой было непослушание. День за днем, сезон за сезоном, их ответ Богу был «Я против». Народ Бога жил, не повинуясь Творцу. Что такое бунт? Анархия, шаос, сумятица, беспорядок, несоблюдение правил, враждебность, смута. Как точно это описывает современный нам мир? Как изучать историю народов? Посмотрите на духовные составляющие их истории. Соединенные Штаты Америки — это страна бунтарей. Мы родились благодаря несогласию. Наша история — это череда мятежей. Бунт — это часть нашей истории. Нимия, глава 9. Можете не заглядываться в Библию. Нимия сам. Жил в другом государстве, а потом вернулся в Иерусалим, чтобы восстановить стены вокруг столицы. Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними. И держали шею свою упругой. И по упорству своему оставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Здесь даются качества мятежников. Не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними. Не слушались Бога. Отказались признать чудеса Его. Это не о их предках речи. Тут говорится о них самих. Бог дал им ответ. А они отказываются вспоминать это. Впоследствии они избрали себе вождя. Бог уже дал им лидера Моисея. Как лидер Моисей всегда справлялся. Пришел к обществу, что пребывало в рабстве веками. Я хочу вывести вас отсюда. У них не было продовольствия и армии. У Моисея лишь посох. Он пришел к фараону. Отпусти их. Не отпущу. Моисей поднял жезл. Посмотри сюда. Все первенцы умерли. А египтяне вытолкали евреев, рабов и страны. Потом Красное море. Моисей снова достает посох. Море расступается. Евреи спасаются. Дошли до пустыни. Вода кончилась. Моисей бьет по скале посохом. И все утоляют жажду. Он отличный вожак. Он вытащил их из земля на рабство и повел в обещанную землю. Евреи не слушают Бога, забыли о чудесах и выбрали другого вожде. Поставили над собою вожде, чтобы возвратиться в рабство свое. Выберем вожака. Вернемся в неволю. Хороший выбор. Зачем земля обитаванная? Непослушание ведет к гибели. Все серьезно. Самуил говорит о мятеже первого царя Израиля, которого нанял Бог. Но Саул взбунтовался против него. Самуил сетывал о подельной первого владыки Израиля. Ибо непокорность Есть такой же грех, что волшебство, и противление, а то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем. А вот плоды непослушания. Манипуляция и доминирование. Хочу, чтобы было по-моему. Непослушание Это привычка его народа. В 105-м псалме говорится, что Бог много раз освобождал, а они восставали против него. Бог постоянно помогал им, а они восставали против него. Это про нас говорится. Ты видел чудеса Божие? Видел, но продолжаешь упрямиться. Нас Бог освободил, но мы выбираем бунт. Отбрось мысли о непослушании Богу. Пророк Иеремия приводит нас к выводу, что история о блудном сыне имеет основания в прошлом. Иисус дал иносказание, которое стало иллюстрацией долгой истории народа Бога. Иеремия говорит, «Возвращу плен Иуды и плен Израиля и устрою их, как в начале». Отец о блудном сыне говорит так, «Ура! Сын вернулся домой. Оденьте его и дайте перстень, очищу от всего нечестия их, которым грешили предо мною. Прощу все беззакония бунта». Он будет для меня радостным именем, похвалой и честью пред всеми народами, что услышат о всех благах, какие сделаю ему. Это краткое изложение истории о сыне Транжире. Каждый из нас есть в этом рассказе. Все мы блудные дети, пичимся самоправедностью и непослушанием. Это бунт. Первое — это мятежный образ жизни. А второе — настрой. Все должно быть по-моему. и при этом желание получать благо. Эта проблема наблюдается в каждом поколении. Евангелие от Луки, глава 18. Рассказ другой, да та же суть. Иисус рассказал притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один — фарисей, а другой — мытарь. Немного данных. Фарисей — это духовный вождь, он у всех на виду. Фарисей — это пастырь, священник, религиозный деятель, лидер, признанный народом, посвятивший жизнь духовному служению. Второй — это сборщик податей, не из компании по диагностике. Налоги мытарьи собирали не для израильского правительства. Чтобы новые дороги строили и новые школы, налоги цикли в Рим. Израиль был оккупирован. Римляне брали налоги с завоеванных стран. Они поняли, что самый действенный метод брать налоги через местных жителей. Они знали, у кого водится много денег. Они искали таковых, чтобы те предали своих сограждан. И в поддержку давали ему римских солдат. Налоговики находили богачей среди своих и, заручившись поддержкой воинов, собирали не только требуемые Римом, но и сверх того. Этот излишек они отгребали себе. Сборщики налогов нередко были богатейшими среди всех остальных евреев. В Иерихоне жил Закхей. Когда Закхей встал и сказал, «Если я что-то у кого-то украл», люди начали хохотать, ведь он у всех воровал. Иисус рассказывает историю о религиозном вожде. Фрисеи и мытаре, что воровал больше всех. Фарисей, став молился, он говорил, «Боже, благодарю тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть». Мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешник. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Блудный ли ты сын или самоправедный фарисей или сборщик налогов, все мы бунтари. Мы отказываемся слушаться Бога. Какой выберем антоним для бунтарства? Это слово послушание. Если ты не строптив, значит, ты послушан. В нашей культуре послушание уже не является комплиментом. Если представлять людям друга как одного из самых послушных, то им это не покажется лестью, потому что слово уже не вызывает положительных ассоциаций. Господь же весьма ценит послушание. Послушный значит внимательный, готовый служить и идти навстречу. Все эти добродетели приносят чудесный плод. Непокорность так сильно пропитала наши семьи, работу и отношения, что, едва заслышав о повиновении, мы поворачиваемся к нему спиной. Это качество не цель. У кого на это право? У Бога. Я тоже непослушный. Слава Богу, в моем детстве не было соцсетей. Там был бы хэштег блудный Аллен и куча фоток прицепом. Зову всех вас обезопасти себя в Боге. Обезопасти. Не хочу быть смутьяном, самоправедным бунтовщиком, бунтарем-фарисеем, блудным мятежником, строптивым мытарем. Тоже не хочу быть. Хочу почитать себя Божьим. А вы, друзья, пусть моим делам радуются ангелы. С чего начал Иисус? Рожден нам свыше язычники ангелы ликуют. Бывает радость у ангелов и об одном грешнике кающемся. Ведь тогда Бог начинает действовать в нас. И мы опять слушаемся Его, отбрасываем твердолубое упрямство. манипулировать и господствовать. Господи, я хочу почитать Тебя. Выславляйте Бога каждый день, и вы просто удивитесь тому, что Он сделает для вас. В Библии сказано, чтобы каждый день воздавать Богу честь в прославлении, службе покаянии. Мы выпустили послание Алана Джексона «Сила прославления» на аудио-сиди и рады предложить его вам в качестве подарка за вашу поддержку. Помогите нам нести послание Иисуса Христа людям во всем мире. Чтобы предложить свою помощь, просто зайдите на наш сайт или позвоните нам. Вместе мы добьемся перемен во имя Царства Иисуса Христа. Ваш предел это Господин, которому вы служите. Может быть, доллару это ваш предел, да? Или удовольствие? Это ваш потолок. Если служите Иисусу, то ваш предел это Бог, пред Которым все преклонятся и признают, что истинный Господин это Он. Мне выпала честь избрать Христа Господом. Одно из благословений этого, то, что я оправдан пред Богом. Еще разок прочтем. Оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Чудесная новость. Не так ли? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе, ведь закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Если поверите в Иисуса, избрав Его Господином, то обвинительный приговор вам не грозит. Сейчас они в будущем. Никогда Иисус вернется, Его Царство наполнит землю. Сейчас нет никакого осуждения в очах всемогущего, потому что мы с вами верим в Иисуса. Чудесная новость. Ведь мы как блудный сын. Или ты блудный, или самоправедный. Либо фарисей, либо сборщик налогов. Мы все в одной лодке. Если выпячивать свои заслуги, то их перевесят тонны грехов. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе и Иисусе. Что мы получаем? Мы свободны от закона греха и смерти. Есть вечный закон. Там, где грех, туда смерть приходит. А я освобожден от закона греха и смерти. Нет мне никакого осуждения. И вам, если верите в Иисуса, ибо кто познал ум Господень, кто бы мог судить Его, а мы имеем ум Христов. Просто и понятно, и при этом мощно. Как мне это нравится. У меня ум Христов. Представляете, его ум. В моем разуме поле сражения, в моем разуме конфликт. Когда поет хор, в разуме всякая бяка всплывает. Не у меня, а у вас. Ну, и у меня тоже, конечно. Разум поле сражения, но когда читаю, что у меня ум Христа, мой ум не всесильный. Есть граница его возможностей. Мой ум не знает всего, но могу обрести ум Христа. У меня ум Христа. Я читал Евангелие. Следуй за Иисусом, и все в порядке. Изучаете жизнь Иисуса? Одержимый подошел к Петру, а он растерялся. Иисус всегда был ко всему готов. Не было такого, что Иисус говорил ученикам. Я не знаю, что делать. Давайте тихонько удалимся. Не было ни одной подобной ситуации на земле. Спаситель спит в лодке. Рыбаки будят его. Говорят о потоплении. И что ответил Иисус? Не запаниковал. Иисус сказал, ветер, уймись. Пошли на кладбище. там погребен добрый друг. От Лазаря уже шел запах. Что сказал Иисус? Отвалите камень. И Лазарь ожил. Иисус стоял перед Пилатом, который искал причину осудить его на смерть. Разве не знаешь, что у меня есть власть? распять себе. Что ответил Иисус? Если бы Отец не дал тебе власти, то и не было бы ее. Не испытывай судьбу. Ум Христов. Не мозги Аллена. Ум Христов. Если у кого недостает мудрости, допросит у Бога. дающего всем просто и без упреков, ум Христов поможет победить мне в сражении в моем разуме. Просто запредельное обетование. Не знавшего греха Он сделал для нас грехом. Когда это? Когда это произошло? Иисус безгрешный взял грехи наши. когда это произошло? На кресте Отец возложил на Иисуса мои и ваши грехи. Сделал это через незнавшего греха. Причина обмена Его совершенное послушание. Он забрал нашу непокорность, уничтожил проклятие моего непослушания, чтобы я принял совершенное послушание. Чем же это все окончилось? Вы знаете, незнавшего греха Он сделал для нас грехом, чтобы мы во Христе сделались праведными. Пред Богом праведность это не религия. Ты годишься, чтобы стоять пред Богом без страха, вины и стыда, стоять перед Творцом всего без опаски и не чувствуя вину. Сам ты не достигнешь этого. Ибо мы блудные дети, самоправедные, фарисеи и мытари. В Иисусе это возможно. Праведными пред Богом. Меня сделали праведным? Кто во Христе тот новое творение древнее прошло? Теперь все новое. Я выгляжу как старое творение, промотавшее свое наследство. Выгляжу как самоправедный клоун, как фарисей сборщик налогов. И это видно людям. И все же я абсолютно новое творение. Тело тоже, но сердце преображено. Но во мне новый закон. Я жил в законе греха и смерти, а теперь в законе праведности, святости и искупления. Я новое творение. Последние дни я провел в отделении интенсивной терапии. Слышал врачебный опрос пациентов. Больные часто рассказывают историю своей семьи. Расскажите о своем прадедушке, дедушке и отце. Прадедушка страдал от болезни сердца, дедушка болел ей, да и папа тоже. Мы вам вскроем грудную клетку. Я не против науки. Предпосылки не оспаривают. Я не против генетики. Но при этом верю, что я новое творение и привит я в новом доме. И будущее мое не написано в генетическом коде моей семьи. Мое будущее переиначил мой небесный отец. Теперь я не завишу от того, что было в моей семье. Я часть новой семьи. Я не унижаю своих родителей. При этом я новое творение. Изменение происходит когда мы молимся. Основанием становится Бог. Аллилуйя! Я новое творение во Христе. Аллилуйя! В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати, кровью Иисуса. Искупленный значит выкупленный обратно. Заплатили и забрали. Новый Завет говорит, вы выкуплены из рабства греха. Вы в курсе, что вы были рабом? Вы были порабощены греху. Римская империя была наполнена рабами. В завоеванных странах они хватали жителей и порабощали. на рынке продавали товары, услуги, пищу. Была и невольничья часть рынка. Солдаты втыкали копье в перекладину или в стену. Если человек проходил под копьем, все на базаре понимали, что его продадут в рабы. Иисус пошел на рынок, где в разгаре работорговля и увидел вас. Голым, исхлестанным, униженным. Люди глазеют, считая вас за орудия труда. Иисус говорит, «Я заплачу за него и за нее они свободны. Я был продан в рабство греху. Иисус заплатил за меня цену, чтобы я стал свободным и за вас». Вот такая сделка. в котором мы имеем искупление кровью Иисуса. Прощение грехов. Я уже не раб греха, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Высокомерно и гордо мы читаем эти стихи. Ну да, мол, понятно. Но чтобы приблизиться к Создателю Сущего, нужен доступ. Да приступаем с дерзновением к престолу Божественной благодати, чтобы получить милость во время нужды, не в самоправедности, а в немощи своей. Иди к престолу благодати и приближайся к Богу. В День Благодарения говорю вам спасибо. Ваше партнерство — это все. У нас честь стоять вместе и величать имя Иисуса. Когда будем стоять в вечности, увидим плоды совместного служения. Уделите время на этой неделе благодарению Бога за благословение в вашей жизни. Он был добр к нам. Мы благословлены через край. Прежде чем закончить выпуск, я хотел бы помолиться вместе с вами. Спасибо Господи за честь быть вместе, за свободу познавать Иисуса, за многие блага, что излил ты на нас, за еду, кровь и свободу. Спасибо за благословение и эту неделю. Во имя Иисуса. Аминь. С Богом! Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо, а также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Продолжение следует...